Заболеваемость коронавирусной инфекции и антиковидные меры. Вопрос на сегодня самый важный. С него начинается и им же завершается еженедельное выездное совещание главы муниципалитета в Звенигороде. По наблюдению Андрея Иванова многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты в транспорте, торговых центрах и других общественных местах. Основная задача – усиление контроля, соблюдение масочного режима и активизация прививочной кампании в округе. Беспечность может стоить многим жизни. Каждому, кто не поставил вакцину, еще раз нужно подумать, хочет ли он быть здоровым вместе со своей семьей или мечтает попасть в больницу. Думаю, что для любого адекватного человека ответ очевиден. Вакцинация развернута во всех амбулаториях и поликлиниках Одинцовского округа по привычным адресам. Сейчас привито более 60% жителей муниципалитета. Остальные, те, у кого нет противопоказаний по медицинским показаниям, могут привиться по предварительной записи. Между тем, эпидемиологическая ситуация в округе сложная. За последнюю неделю прирост заболевших, с подтвержденной коронавирусной инфекцией, составил почти полторы тысячи человек. При этом развернутый коечный фонд – 1051 койка, 199 из которых на сегодня свободны. Власти уверяют, этого хватит для оказания качественной медпомощи всем инфицированным. Вызовство количество вызовов по скорой медицинской помощи по поводу коронавирусной инфекции. Тоже видно по статистике более чем в два раза с 6 октября. При этом из 159 вызов скорой помощи потребовалась госпитализация 84 жителей. Корректировки и уточнение схемы лечения, повторное обращение к врачу, получение мнения второго специалиста. С 26 октября врачи Одинцовской областной больницы готовы начать оказывать консультации с помощью телемедицинских технологий. Сначала педиатры, затем подключится общая терапия и специалисты. Записаться можно будет на госуслугах. Это заболевания хранические, кто требует динамического наблюдения. Соответственно, это корректировка может быть уровня сахара и так далее. То есть, если человек сам медленно себе, условно говоря, сахар, соответственно, врач сам может ему рассказать, стоит ли там добавлять лишь в таблетки, либо полуинсулина и так далее. Еще одна актуальная тема – готовность округа к зиме. Андрей Иванов напомнил, что в этом году отопительный сезон начался раньше. Первое тепло стали подавать с 13 сентября. На сегодня паспорта готовности получены на 1800 многоквартирных домов и 182 объекта соцсферы. Функционируют и все 209 котельных. Возникающие проблемы наши ресурсники и управляющие компании решают оперативно. Сформированы аварийные бригады, закуплен необходимый запас труб, кабеля, различных материалов, которые будут использоваться аварийными бригадами в случае возникновения фосмажорных ситуаций. В резерве имеется и 36 мобильных дизельно-генераторных установок. Но в округе планируют работать на опережение и не допускать кризисных моментов.